Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами мы поговорим о перцах. В предыдущих выпусках мы вам показывали, как сесть перцы. Вы видели, что они уже повсходили, они понакрывались, и вот сейчас наши перчики сидят перед нами. И вот как бы многие огородники задают часто вопросы. Вот повсходили перцы и сидят не растут. Причина очень-очень простая. Ну, во-первых, перцы могут не расти от несоблюдения экологических различных условий, но об этом поговорим чуть позже. Но самое главное, перцы от чего не растут, такая биологическая особенность. Значит, вот перцы взошли, и вот эти листики семидольные, они будут живы два месяца. Перцы будут первые настоящие листы, в зависимости от условий, которые им созданы, будут давать только на 10-14 день. То есть, 10-14 дней перцы вверх не поднимаются. Они наращивают корневую систему. А чтобы они наращивали корневую систему, надо создать им хорошие экологические условия и ускорить, ну, можно ускорить, конечно, если забивать. Вот как вам ускорить, чтобы ваши перцы очень быстро пошли в рост. Сделать это очень-очень просто. Значит, необходимо взять столовая ложка сахара на литр воды, теплой воды, вода желательно градусов 35, и полить ваши перчики. Побрызгать с пульверизатора, есть такое удобрение кристаллон. Всять чайную ложку, распрыть удобрение в литр воды и побрызать сверху. Эта подкормка так прибодрит ваши растения, что уже на второй-третий день вы не узнаете. Но это как бы очень допинг. Допинг сильный и крепкой рассады, даже давая такой допинг, мы не получим. Растения красивые, но корневая система слабенькая. Ну, значит, давайте будем разбираться в аппаратку. Наши вот перцы уже зашли. Подходили наши перчики уже, подходили наши баклажаны. Вот они сейчас, в первую очередь, когда они зашли, они очень нуждаются в фосфоре. Некоторые мне могут возразить, мол, фосфора достаточно. Вот мы сели правильно земли, там написано, что в почвогрунте содержится столько фосфора и все. Но тут ученые давно уже установили, что самое интересное, в первые две недели своей жизни растения не могут усваивать фосфор из почвы, потому что корневая система еще очень слабенькая. Но они его прекрасно усваивают, из минеральных удобрений. Поэтому, если перед тем, как посеять перцы и баклажаны, вы не унесли верхний слой фосфорного удобрения, а это может быть аммофос, это может быть суперфосфат, зависит от разных культур. Вот. И значит, ваши растения будут как бы голодать, корневая система будет развиваться слабо. Если мы это уже пропустили, как бы, мы должны делать в срочном аппаратке. Это можно сделать уже на четвертый, на пятый день, как поили сходы, фосфорную подкормку. Для этого мы берем эти удобрения, фосфорные, делаем рядочки. И так, гранулки бывают разные, крупные и мелкие. И значит, мелкие ложим через два сантиметра, крупные через четыре сантиметра. Укладываем гранулки по всему нашему емкости с рассадой. Ну, некоторые огородники, как бы это самое, себя за голову, как бы затуманил голову, придают лишнюю работу. Начинают заливать водой, но эту воду целые сутки надо кипятить, надо все, и это очень медленно. Там очень большие осадки. Вот. Я делаю проще. Все это за вас делают микроорганизмы, которые находятся в почве. В общем, удобрения взяли, разложили по рассаде, взяли, полили и все. Рассели начали работать. Ваши перцы начнут чувствовать себя хорошо. Ну, вот дальше, значит, не растет рассада еще чего. У нас вот экологические условия. Мы сейчас пока выращиваем, как бы, есть, конечно, теплицы. Там вам проще в теплицах поддерживать там различные температурные условия, влажные сны и другие характеристики. А вот на подоконнике вы не обращаете внимания. Значит, если взять наш подоконник, значит, сюда стекла более холодно. Температура ниже. На противоположной стороне комнаты температура всегда выше. Разница где-то может быть 5-6 градусов. Значит, если они не растут, надо просто-напросто отодвинуть ваши перцы от стекла в сторону комнаты. Потом, причина дальше. Все окна, любые, даже стеклопакеты, которые, как бы их не рекламировали, они также, вот где стык с подоконником, они всегда более холодные. Значит, у нас по земля, снизу идет холод, сверху тепло, снизу холод, корни слабо развиваются. Вот. Что необходимо сделать? Ну, самое простое, что для того, чтобы наши рассады не застывали наши емкости и снизу, мы ложим на подоконник слой пенопласта. Ну, слой пенопласта лучше взять толщиной 5 сантиметров. Его можно купить готовым, это самое, можно взять, если нет такой толщины, можно взять несколько, порезать. Он очень хорошо режется ножом обыкновенным. Лист на лист наложили, в общем, создали такую толщину. Уже этим и лучшим условиям не будет застужиться наша корневая система. Потом, вот дальше, по перцу есть тоже такое очень интересное наблюдение. Значит, чем больше освещенность, тем выше может быть температура. И наоборот, если хватает света, что мы обычно наблюдаем в теплицах, достаточно освещенности, достаточно солнечной энергии, значит перец может жить при температуре где-то 30-35 градусов. Чем ниже освещенность, если освещенность у нас слабая, вот как раз пасмурно, света мало, особенно в комнатах, значит уже перцу надо температура 23-25 градусов. И в то же время перец любит, чтобы температура ночная была 15-20 градусов. То есть он любит, чтобы были колебания температур. А у нас обычно как бы получается все наоборот. Ножки батареи как бы все греют, батареи температура ночью выше, а днем более прохладная. Вот получается дисбаланс у перца. Поэтому вот эти вот прокладочки, которые я вам сказал с пенопластом, или это может быть и дождички какие-то деревянные, брусочки, это все поможет вам как бы закладить эти температурные колебания. Многие опять же смотрят на эти перчики и заливают. Буквально в образе стремятся поливать. Даже опустить оплодой, поливают, поливают, поливают. А вот делать нельзя. Перцы и баклажаны нужно также. Если частые поливы, корневая система становится в росте. Она не растет. Растения стоят и ждут терпеливо, когда почва подсохнет. Поэтому также не увлекайтесь поливами. И по этим культурам. Так что пока до подкормок, вы уже поняли, что мы делаем по этим культурам. Во-первых, мы фосфорный фон повышаем. Потом мы начинаем температурные меняем. Кислород, чтоб поступал рыхлим. Нашу землю берем вилочкой и прорыхливаем землю в наших горшочках. Ну а дальше можем делать подкормку. Когда прошло две недели, после всхода. Это, во-первых, классическая схема. Она уже опробирована. Две недели после всхода мы можем приступить к подкормке. Что мы дадим первую подкормку перца? Значит, первая подкормка перца будет состоять 10 грамм аммиашной селитры, 40 грамм суперфосфата и 20 грамм хлористого калия или сирнокислого калия на 10 литров воды. Такую подкормку разбавили в воде. Вот. Но если у вас... Ну это как бы более доступно. Если у вас есть такая возможность, вы можете взять удобрение кристаллон. Вот. Оно, во-первых, строится более хорошо, это самое в воде. И там, ну, параметры чуть-чуть будут чуть выше, чуть ниже, но тем уже пару процентов не имеют роли. Подкормите ваши перчики и они все пойдут в рост. Но, опять же, не забываем, что и перцы, и баклажаны имеют такую корневую систему компактную. Она располагается даже во взрослом состоянии не более чем на 25-30 сантиметров. Поэтому сильно кормить перцы мы не кормим. Корни слабенькие и если мы будем сильно их кормить, значит, они привыкают к допингу. Потом им будет плохо проживаться и будут плохо плодоносить. Ну а вторую подкормку перцам и баклажанам мы уже будем давать за неделю до высадки в грунт. Состав тот же, можно только увеличить дозу азота. Так что, поняли, если вы отрегулируете условия содержания в отношении света, температуры и полива, значит, вы будете выращивать очень хорошую рассаду перца. Ну и добавок перед высадкой я очень рекомендую вам сделать, кроме корневой подконки, сделать мне корневую подконку по листиках. А для этого мы берем 2 капли эпина, это обязательно, 2 капли циркона или новосила, это в зависимости от того, что у вас есть, и обязательно чайную ложку, это все на литр воды, кристаллона. И вот раствором мы обязательно обрабатываем растения по листьям. И наши перчики вас порадуют хорошим урожаем. Прислушайтесь к нашим советам, запоминайте, записывайте их, и вы получите хороший урожай. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok